ПЕСНЯ Минуты понедельник, 12 июля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Доброе утро, Сергей и все тоже. Да, здравствуйте, здравствуйте. Всех с победой Испании, поздравляю. Всех с победой. Фурия Роха, да, молодцы. Ну, молодцы все. Ну, я тонко разводил, конечно. Я же не знал как. Я начал болеть за аргентинцев, довольно долго болел за аргентинцев. Потом сказал, что за всех испано-португала язык, что правда, с самого начала. Да, мне трудно было определиться, потому что я за всех испано-португалоязычных. Я по принципу языка и культуры. И по-настоящему, ну, как бы они вот выбывали, у меня сердце держалось все время. Там уже последний Уругвай с Испанией. Я за них, конечно, за них, за них, за них. Потом остались испанцы в финале. Ну, ясно делал за испанцев. Ну, что ж теперь отца. Не за голландцев. При этом, при этом, ну, не за голландцев же ходят. Прости мою душу грешную. Посмотрите на голову. Вы были в Амстердаме? Нет. А, абсолютно чудовище. Они абсолютно... Там и хорошего во всей Голландии, конечно, это, безусловно, каналы и волчий шпиц вот этот вот, который. Неплохой у них шпиц есть порода такая, без глаз совсем. Ну, все, и все, и все, и все. Больше ничего. Больше ничего. И неплохой фрешоп, действительно, если вам нужны радиопередатчики или радиоперехватывающие... Ну, мастеросу каналы, это уже... Каналы, это очень хорошо, очень хорошо там. С каналами и радиоперехватчики, радиопередатчики хорошие в аэропорту продаются. Реально профессиональные и все такое. Ну, это вот и все. Ну, господи, за что тут болеть-то? Ну, вот. Послушайте, все время ветрено, особенно в январе. Фу. Значит, мы выиграли? Мы выиграли. Мы испанцы выиграли. Теперь, что за матч был? Как вы опишите этот матч? По заслугам? Как, как? Как? Что за матч? Вы посмотрели, честно скажите? Нет, ну что... Посмотрите на меня. Да. Посмотрите на меня. Ну, кто вас знает, может, раз в 4 года вы... Нет, ну что вы говорите, нет. Вы садитесь... Я стараюсь... Последние 50 лет я стараюсь не смотреть ни разу. Но я просто хочу обсудить это. Я хочу обсудить это. Я лег спать без 15.10. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Что это был за матч? Расскажите нам об этом матче. Слушаю вас. Алло. Да, здрасте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Я хотела вам напомнить, что перед началом чемпионата мира прошла такая история, как некий чиновник, полутался секретарше, что выиграет испанцы, а за это русские в 18-м году получат чемпионат в Европе. Об этом я не помню. Спасибо. Я не верю. Вот я не верю в некоторые вещи. Ну, Светлана, вот я не верю в такие вещи. Понимаете, русское сознание полно... Нет, русское сознание вообще, вообще русское сознание как таково, как таковое, характеризуется секретностью знания. Вы понимаете, да, это характеристика русского сознания. Русское сознание характеризуется детерминизмом. То есть все неспроста. Все неспроста. Первое. Второе. Русское сознание характеризуется секретностью знания. Мысль изреченная есть ложь. Понимаете, да? Это типичный образчик русского сознания. Вообще все сказанное есть не по-настоящему. Знание секретно, знание тайно. Понимаете, да? Да. Поэтому ничего не... Все, во-первых, детерминизм, все неспроста. Во-вторых, все, что сказано, есть камуфляж и дымозавеса. Настоящее знание не может быть произнесено. Понимаете? Но это нас роднит с китайцами, тайность сознания нашего. За Светлана? Нет. Ну, ребят, испанцы нулевые. Им сдали чемпионат, чтобы заткнулись. Политика. Ну, немецкая языковая группа работает в Европе. Ганну жалко. Почти 10 километров... Во, во, по движению пишите. Плюс 7, 925, 101, 107, 0. 101, 107, 0 по 925-му коду. Слушайте. Почти 10 километров пробка при выезде в город на Варшавке. Вас Ген пишет. При выезде. Не понял? При въезде. Как вы пишете? Why? Why? Как читать нам надо? Хорошо. Хорошо. Секундочку. С моей зарплатой и четверкой из Ижевска. Роскошь. Да, и утилизовать нечего. А, вот. Секундочку. Хочется услышать вас про испанцев. 124-й лучший. В случае войны паровоз пригодился. Ой, Господи. Ботаническая в центр летит. Как читаете, Сергей? Так я читаю просто СМС. Ботаническая в центр летит. А тут пишут всякие важные вещи, как вы видите. Часто ахинею. 7, 8, 8, 107, 0. А характеризуйте этот матч. 7, 8, 8, 107, 0. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Да, слушаю. А, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир. Владимир, а характеризуйте этот матч? Последний финал, именно финал, да. Ну, победил сильнейший. Нет, ну что же сильнейший? Давили. Ну так, как знаете, давным-давно было сказано, вы сильнее, мы богаче. Убеждаем всегда богаче. Нет, почему? Нет, богаче, я характеризую, богаче не денежными средствами, богаче игрой. Богаче игрой, интереснее игрой. Ну почему тогда в основное время не смогли сыграть? То есть все равно же было видно, что равны, а? Хорошо сыграли вратарьи. Испанского вратаря вся Бресса отмечает, говорят, абсолютно гиганты. Ну и голландский сыграл великолепно. Ясно, спасибо. Но по заслугам, победа по заслугам. Да. Слушайте, что интереснее, вот я, между прочим, был сторонником точки зрения и спорил здесь со Светой Матвеевой до хрипоты о том, что чемпионат мира интереснее Олимпиады. По футболу. Именно по футболу. Чемпионат мира интереснее. Олимпиада мой тезис. Мой тезис. При этом, обратите внимание, я ни разу не видел ни того, ни другого. В жизни в своей ни разу не видел. А вы судите по чему тогда? Я сужу по прессе. Я сужу по прессе, по эмоции прессы, по отклику прессы, по какому-то... По пустящим улицам. Нет, по каким-то, по каким-то, да, по каким-то атмосферным явлениям. Чемпионат мира в 100 крат лучше, чем Олимпиада. Вот мне так кажется. Я читаю прессу просто. Я не видел ни Олимпиады ни разу в жизни. Я что-то помню. Саночники куда-то устремляются, и потом, значит, они скользят. Это я видел где-то на мельком, может быть, в гостинице. И где-то я видел... А, футбол я видел... Футбол я видел в 80-х годах в Минске. Я участвовал в освещении чемпионата мира среди юниоров. И я видел футбол последний раз примерно в 87-м году в Минске. То есть, по телевизору не видел ни разу. Но, внимание, я считаю прессу, я накаляюсь этой эмоцией, этой страстью, этим горением. Это фурия-роха, порла фурия-роха за красную бестию, за красную ярость, за красного зверя. Понимаете? Вот эту яростную команду. Я понимаю, что на Олимпиаде так не бывает. Но вы имеете в виду... Да, нет, что лучше? В зимнюю, они же еще разные бывают, летняя и зимняя Олимпиады, нет? Не знаю. Ну, я это допускаю. Я допускаю. Мне кажется, летняя интереснее, чем на Олимпиаде. Я допускаю, что есть и летняя и зимняя Олимпиады. Допускаю. Я не стану спорить. Слушайте, значит, я считаю, что футбол на чемпионате мира намного лучше, чем на Олимпиаде. Футбол интереснее. Интереснее, как событие чемпионата мира. И подтвердите или опровергните эту точку зрения. 6-6-0 на 6-9-1. Нам жалко. Теперь, когда пустота настала, потому что мы жили с чемпионатом. 6-6-0 на 6-9-1. Да, это так. 6-6-0 на 6-9-2. Нет, Олимпиада интереснее. Футбольная Олимпиада. Еще раз. По футболу чемпионат мира это более заметный праздник, чем тот же самый футбол на Олимпиаде. Понимаете? Я служу по прессе и по какому-то дыханию какой-то энергии ЦИ, излучаемой этим чемпионатом. 6-6-0 на 6-9-1. Да, это так. Чемпионат мира, конечно, интереснее. В разы и футбол интереснее на чемпионате. 6-6-0 на 6-9-2. Нет, не согласился бы. И Олимпиада, пожалуй, что не хуже или лучше. 6-6-0 на 6-9-2. Вернемся к чему. Потому что я чувствую пустоту теперь, когда чертов чемпионат закончился. Я не знаю, чем жить. Послушай, теперь нам жить до дня рыбака. День рыбака был или нет? Не знаю. Сейчас проверю. Я хотел бы. Уже хочется дня десантника завтра. Понимаешь, чемпионат мира по футболу это как день десантника, день крещения Руси и день рыбака в один день, притом подряд все время две недели или сколько там. Понимаешь? Счастье неизлучаемое ежедневно. Хорошо. Через минуту вернемся, я дам в результат. 9-12. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Поехали, поехали, поехали. Так слушайте, значит чемпионат мира интереснее. Считают 88,4%. 88,4% чемпионат мира, футбол в чемпионате мира интереснее, чем на Олимпиаде. А гимнасточки отвлекают, жалуется один из наших слушателей. Говорит, 99-й, он говорит, не гимнасточки бы мы в футболе. Осьминог на этом чемпионате не ошибся ни разу, мегапупец говорит. Мегапупец, может быть, не знаю, ударение, извините. Говорит, не разу. Да, действительно, Осьминог ни разу не ошибся. Нет, только вот по поводу Германии. И вообще, он не ошибся в финале. А вообще были у него ошибки? Не надо. Были, да? Были, 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 точно. Я на ленте помню справку читала. Ну что ж, ну что ж. Послушайте, вопрос, 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 вопрос. Оцените, пожалуйста, я хотел поговорить с нашими слушателями. Оцените, пожалуйста, чемпионат мира в ЮАР вообще как мероприятие. Как это было проведено? Пресса также пишет постоянно, кого-то обокрали. Этого обокрали. 1 800 евро украли у испанского футболиста. И у двух испанских футболистов. Потом еще что-то украли. Этих обокрали, этих избили, этих зацеловали, помните, да? Значит, кто-то тут зацелован, там кого-то побили, ананасов, шампанского и так далее. То есть какая-то дурка полная, вузелы, кошмар, автобусы не едут, бастуют. Эти бастуют, этих обокрали. Полупустые трибуны. Полупустые трибуны. Дикие уже. Вот этот вот чемпионат мира именно в ЮАР. Именно в ЮАР. Ваша оценка. И второе. А мы бы лучше или хуже? Внимание, это голосование. Мгновенно завожу голосование. Если бы чемпионат мира был проведен у нас, значит, я сейчас вас прошу по телефону 788-107-0 оценить способ организации с этим сумасшедшим домом, кражами, непрерывными бандитскими нападениями, значит, полупустыми трибунами, забастовками и все при этом, да? И вдобавок, и вдобавок, мы провели бы лучше 6-6-0 на 6-9-1. Мы провели бы лучше 6-6-0 на 6-9-1. Нет, мы лучше бы не провели 6-6-0 на 6-9-2. Вот если бы чемпионат мира был проведен не в ЮАР, а в России, мы провели бы лучше, заметно лучше. 6-6-0 на 6-9-2. Всего, по атмосфере, по всему, вместе, по всему комплексу всех ваших впечатлений, все, что вы видели. Значит, мы провели бы лучше, чем ЮАР, 6-6-0 на 6-9-1. Нет, мы бы провели и так же, или хуже, 6-6-0 на 6-9-2. Но нам бы лучше не было, 6-6-0 на 6-9-2. 7-8-8-107-0, наш телефон в студии, погнали. 1-2-3-4-5. Есть, зажигаем. Кто, кого, кого идем искать? Вот вас идем искать. Алло, здравствуйте, дослушаю. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Николай. Да, Николай. Ну, что хочу сказать. Во-первых, по поводу финала. Считаю, что, в общем, игра была равная, и испанцы могли проиграть в свое время. Но им, опять же, просто повезло, потому что команды были равны по силе. Да, команды были равны по силе. Иначе бы они наколотили в первом тайме уже все. Согласен, абсолютно верно. А по поводу организации, хотел бы сказать. В ЮАР, мне кажется, наверное, был один из самых плохих чемпионатов. Ну, так, с европейской точки зрения. Потому что невозможно смотреть было футбол из-за этих увузел. Полупустые трибуны, это для чемпионата мира просто недопустимо. И уровень преступности просто, когда великим футболистам... Да, но не откажите этому чемпионату в неком шарме. Все-таки был шарм. Был шарм. Была некая эмоциональность такая в ЮАР, которой не было бы, например, в Лондоне. Но в Лондоне при этом было бы очень эмоционально. Но не так. Ну, возможно, если бы одна или несколько из африканских команд прошли бы дальше. Вот если бы Гана прошла у Ругуаи, тогда мы увидели бы, наверное, просто бешенство какое-то на трибунах. И была бы эмоция. Хорошо. Значит, вы считаете, мы провели бы лучше или нет? Ну, мне кажется, что мы могли бы лучше провести. Вполне. У нас нет столько увузел. Хотя бы. Чтобы мы приглашали. Спасибо, спасибо, спасибо. Огромный праздник. Я хотел два слова сказать. Секундочку. Мы голосуем. Мы провели бы лучше. Мы провели бы лучше. Я останавливаю это голосование. Спасибо. Мы провели бы лучше чемпионат мира по футболу, чем ЮАР. Сказать сколько? 50,6%. 50,6%. Мы провели бы лучше. 49,4%. Нет, мы лучше бы не провели. 49,4% этого чемпионата все равно был особый шарм. Все равно что-то было... И я абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Мне лично увузел очень понравился. Мне понравилось все, что с ним связано. И даже, я должен сказать, обворожительным были эти... Вот каждый карман должен был быть обследован ЮАРовским карманником. Вот все карманы они обследовали. Причем не из каждого украли. Украли только там, где... Как вы рассказываете, Сергей? Что такое? Не правильно. Я совершенно об этом не думала. Нет, они крали. Там уже все ужасно. Я хотел, коротко, секунду, сейчас вернусь к разговору о том, как провели бы мы, если бы этот чемпионат мира был в России в 2010 году, если бы почему-нибудь он шел не в ЮАР, а в Россию. Сколько бы шикарных домов появилось бы на Новой Риге в связи с этим чемпионатом? Я знаю человека, который вкладывался в Кейптауне, по-серьезному вкладывался. Да? То есть он покупал там дома системно. Да, к чемпионату, да. И что же он выиграл? Нет, ничего не выиграл. Не, сразу пульнули дома там процентов на 15, на 30, еще это было в седьмом году. А, он остался до того, как они упали. Они упали, и все, и упали. И ничего он не выиграл, короче. Он виллы покупал, самые такие хорошие. Типа стоили 2 миллиона, потом они стали 3 миллиона стоить, потом, значит, там, 4 миллиона. Потом они назад упали на полтора миллиона, и все. Слушайте, значит, в Вашингтоне праздник огромный. Я вижу в Вашингтоне праздник, все дудят в узелы, все в красном свете и празднуют победу Испании. Я вижу такой же праздник, такой же, в Колумбии. Это на сайте Эль Паис. На сайте Эль Паис они пишут, присылают, сами читатели Эль Паис присылают фотографии. Огромный праздник. Мы здесь в Мичигане, мы празднуем, мы празднуем, ура, у нас здесь много вина в Мичигане, значит, мы с нашими славными игроками еще откуда-то, черт его знает, из Новой Зеландии, из Колумбии, из Бразилии, испанцы отовсюду, огромные праздники в этом самом, в Мехико, в Мехико мы здесь празднуем и так далее. Еще, Норабуэна, Испания, еще, Нью-Йорк, Олбани, Бруклин, Нью-Йорк, огромные праздники и масса фотографий. Только из Москвы нет фотографий. Из Москвы не вижу, из Москвы не вижу. Из Болгограда тоже нет. А почему, а почему интересно? Ну почему, потому что нет фотографий. Испанцы здесь есть в Москве. Не в таком количестве. Они, может быть, двоец по улицам ходить, что милиционеры будут... Бризбан, Австралия, праздник на улицах, вот фотография, Бризбан, Австралия, праздник на улицах, все с испанским планом. Ну, все, кто вышел. Позор, что Москвы нет. Почему? А почему позор? Ну, потому что. Потому что это характеризменно. Да ладно, зато у нас все... Что это характеризует? У нас все ирландцы тут. У нас в Москве, как вы знаете, все ирландцы. На День Святого Патрика зато все выходят. Включая всех этих самых. Тайм-сквер. Полная... Тайм-сквер. Я показываю фотографию. Настя. Забитая тайм-сквер. Просто забитая. И все латиносы, простите, вышли. Все латиносы, конечно, конечно. Из одного ушли. Конечно, конечно. Тайм-сквер полна людей в Нью-Йоркской. Еще, еще, еще. Сантьяго Чили. Еще, еще. Много, много, много. Рио-де-Жанейро. Де-Ханейро. Раз я уже говорю по-испански. Рио-де-Жанейро по-партаменту. Так, вот. Сантьяго Чили. Еще, еще. Дискотеки. Вашингтон Сквер Парк. Еще. Это из Нью-Йорка. Нью-Йоркский Вашингтон Сквер Парк. И множество фотографий. Все испанцы во всем мире ликуют. Вместе с ними все латины во всем мире ликуют. И так далее. В Москве я не слышал. Я не слышал. 7-8-8-107-0. Если бы чемпионат мира проводили мы. Если бы чемпионат мира проводили мы. 7-8-8-107-0. Мы провели бы его лучше или хуже? 7-8-8-107-0. Телефон в студии. Наберите, пожалуйста. 7-8-8-107-0. Простой городской телефон. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, Мария, добрый день. Мария, мы лучше были, хуже бы провели бы? Я думаю, что лучше. На самом деле, хотят бы поделиться. И матчи смотрела в Мадриде. Ну и как? Это было просто потрясающе. То есть такого фанатизма я не видела. То есть люди выходили на улицу. Люди пели. Люди радовались. С цветами. Просто полностью красный город. Понимаете, в чем дело? А вот у нас тоже выходят на улицы. Вот вы сравните, пожалуйста, наши выходы на улицы. Испанские. Наши, я думаю, не более агрессивные. Наши сугубости полны. Вот какой-то русской сугубости такой. А испанцы ветренности и ликования, такого неагрессивного ликования. Абсолютно. Люди счастливые. Ко мне подходили люди, когда я фотографировала. И просили, пожалуйста, выложи на Фейсбук. Вот так только можно. Поделись фотографиями. Давай общаться. Можешь говорить на испанском. Поговори со мной. Развели мою радость. Да, да, да. Другой месседж. Вы говорите по-испански? Что-что? Вы говорите по-испански? Я не говорю по-испански, но я пыталась говорить по-испански. Понятно. Вы именно Финал не смотрели там, нет? Финал не смотрел. Я смотрела полуфинал. Причем были выставлены кресла. Все были улицы заполнены. Были выставлены телевизоры. Вот все, что только возможно было выставить. Люди стояли на ухленьках. Вы не думаете, что это может быть связано с климатом? Возможно, с климатом. И очень много, на самом деле, было разных культур в тот момент. Да. Были португальцы рядом. Да. Были другие, ну, все другие народы были. Да. И они настолько были счастливы, счастливы, что за их команду болеют из других стран, что это просто было невероятно. Посмотрите, в принципе, искусство испанское, обнаружите, что очень много сцен происходит на улице. Она выходит на балкон или она выходит на улицу. Он поет под балконом или где-нибудь еще. Все время на улице. У них спонтанная уличная жизнь есть свойства испанской жизни. Естественная и правильная жизнь испанца есть жизнь на улице. Согласна. Это отличие климатическое, возможно, потому что русский выходит на улицу, и обычно он выходит на улицу либо по нужде, либо надо идти на работу, либо махаться, там вот в празднике деревенске, стенка на стенку, либо с криком «твою мать». То есть он выходит на улицу, потому что его выкурили из дому, бедолагу. А испанец выходит на улицу, потому что ему дома не черта делать, и вдобавок улица – это естественное место жизни. Понимаете? Это разница. Это огромная разница. Это называется спонтанная, спонтанная уличная жизнь Средиземноморья. Все Средиземноморье любит вот это вот «видака ехера спонтания». Спонтанная жизнь, понимаете? Она происходит, собственно, на улице. Мы тоже любим, но только внутри квартиры. Боткин в 1948 году пишет о том, как он ездил в Испанию и как скуден быт внутри домов испанских. Его зовут в «Испанские дома», и он говорит, я захожу в зал, в которой, собственно, ничего нет. Лавка стоит у стены, и шкаф стоит у другой стены. И это пустое помещение называется комнатой, потому что люди там не живут. Там люди приходят спать. Ну, в смысле, они приходят спать в дом. В дом приходят спать, потому что дома больше нечего-то делать. Потому что если они встречаются с вами, так и в кафе, в ресторане, и все это постоянно полыхает на улице. Все это всегда на улице. 9 часов 24 минуты. У нас обзор печати. Обзор печати. Обзор печати Анастасия Аножко-Настенька. Быстро проезжайте, что только смешную вещь нам пишет русский сотрудник испанского посольства. В испанском посольстве пусто, 86-й. На работе только русские сотрудники. Я думаю, что в основном женщины, скорее всего. Нет, слушай, слушай. Сотрудники испанца из испанского посольства, они, видимо, действительно смотрели матч. А после, конечно, не в силах держать клокочущие эмоции, продолжали это обсуждать. И смотрели, конечно, коллективно. И потом имитировали спонтанную уличную жизнь где-нибудь по русским квартирам у ПДК. Ну вот. И сейчас они не пришли на работу вдобавок. Это все очень понятно. Очень понятно. Ну так что же в прессе? Да, в прессе, как ни странно, продолжает муссировать тему шпионского скандала, который вроде как закрыт и исчерпан. Все, обмен состоялся. И тем не менее продолжает писать. Но надо сделать честь журналу «Эксперт», который сегодня у нас выходит с 12 июля. У него тема номера совершенно не шпионаж, как можно было бы подумать, а другая – засуха. Засуха и вот эта аномальная температура высокая, которая установилась на наших широтах. Неурожай с позитивом, такой подзаголовок. Там есть потери озимых посевов и засуха, охватившая этим летом ряд российских регионов, приведет к общему снижению урожая зерновых на 8-12%. И тем не менее, Зубков говорит, запасов у нас зерна хватает и на экспорт еще хватит. Так что, может быть, агрария не должна так расстраиваться. Говорят, еще и кредиты им будут теперь подешевле давать, чтобы они восстанавливались скорее после засухи. Тем не менее, тем временем синоптики прогнозируют повышение температуры до 36-39 градусов. Другие новости. Еще у Министерства обороны появится новый заместитель, уже появился точнее, Поповкин. Он будет заниматься перевооружением армии и флота. Указом президента он был назначен должностью и сегодня в российской газете дает интервью в новой должности впервые. Дмитрий Медведев принял участие в неформальном саммите в Ялте. Там состоялся день рождения Януковича. И он пригласил к себе всяких руководителей стран СНГ. Приехали наш президент, президент Казахстана, Белоруссии, Армении и Азербайджана. Ну, встреча была неформальная, тем не менее, российская газета совершенно формально рассказывает итог. Итог встречи таков. Будут продолжать они все работу над новым договором о зоне свободной торговли. Время новостей, как я сказала, да, уже очень большую ретроспективу историческую по шпионам. Делать и по обмену разведчиками и шпионами. Премьер сориентировал аэрофлот на отечественную технику. Премьер-министр наш Путин в субботу принял гендиректора аэрофлота Виталия Савельева и поручил крупнейшей авиакомпании страны шире использовать самолеты российского производства. Об этом в Комсомолке во время новостей. Кстати, скоро, возможно, в России появятся научные степени в сфере бизнеса, госуправления и светского богословия. Это к вниманию абитуриентов. Предлагается статья тоже во время новостей. Новые специальности появляются. Ведомости рассказывают про коррупцию. И про коррупцию сегодня вообще много чего написано. В новой газете расследование по Сочи, потому как... Вы что смеетесь? Да я смеюсь, потому что мне пишут тут на СМС плюс 7 925 111 7.0. Так, куда ушел этот Сергей? Кофе, что ли, пить? Потом, ага, вернулся, ну молодец. А вы так гарнитуры закладете шумно, что даже несмотря на видеотрансляцию можно понять, да, что... Это уплек? Нет, нет, это просто развлечение такое. Ярославка из области летит до мытищ, пишет Петр. Вот так-то вот. Давайте я успею хозяйки на заметку, хозяйки на заметку, послушайте, в труде. Яд с фруктовым привкусом в Москве на днях изъяли почти тонну радиоактивных ягод. Я считаю, это очень важно. Ягод? Ягоды. Откуда на отечественные прилавки? Короче, черника... Откуда, скажите, откуда? Ну откуда? Ну говорите, откуда. Они пишут, не знают, из Владимирской области. Да ладно. И еще сейчас скажу, из-под Брянска. Чернику радиоактивную и клюкву радиоактивную. Ну где они там под Владимирской областью взяли радиоактивность? Откуда мне знать? Вот смотрите газету труб. За дополнительных денег стоит. Ходите с дозиметром, это поможет. 9 часов 30 минут, новости на Росан. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Нет, ну лето, естественно, Настя, она же как говорит. Вот сколько там, 2 миллиона рублей она отдала за порчу? 2 миллиона, да. Да нет, ну и отдала же 2 миллиона. Жительница Москвы, 40-летняя, отдала 2 миллиона... За снятие порчи. За снятие порчи. Это сейчас вот пришло только что. 12 июля, Интерфакс. Сколько там время-то? 9 часов 18 минут пришла новость. Жительница столицы за снятие порчи оказалась готова отдать. И отдала 2 миллиона рублей другой женщине, которая подошла к ней на улице и сказала, что снимет порчу. И тут же в сообщении называют эту, которую порчу снимает, мошенницей. А может она правда сняла порчу и чего-то? Притом она подошла, говорит, на вас порча, а та говорит, ну есть маленечко, говорит я. Действительно, я замещаю. Я чувствую порчу, да. А ей говорят это самое... Цена вопроса, говорит женщина, 40-летняя. А ей говорят, ну лимона 2. Ну лимона 2. Она говорит, как раз скопила 2 лимона. Как раз есть у меня. А 2 лимона, это не шутка, сейчас я вам объясню, что это значит. Это 66 тысяч долларов. 66 тысяч долларов. Сняла бы порчу за такие деньги или лучше машину вкупила бы? Я? Да, ты, да. Я в качестве операциониста бы выступала или как это... У вас, Анастасиюшка... Смогла бы ли я... Сбережение 66. А отдать? Отдать. Отдать. Да, порчу. Нет. Извините. Нет. Лучше с порчей, купить нормальную тачку и с порчей продолжать. Да, и карму себя улучшить. Абсолютно, конечно. Слушай, значит, давай. Это смешно. Это лето. Летом всегда такие новости идут постепенно. Ничего не понятно. Ой, какая ужасная новость. Токио скончался около Боровицких ворот. Острое сердечно-сосудистное не достаточное. Жара, да. Ну, они в Токио. Токио на какой широте? Ну, я не знаю, но там кондиционеры. Не надо вздыхать, надо Google Earth открыть, а через секунду дождь. Там кондиционеры на улице стоят, Сергей, я там была в Корее, там то же самое, что в Японии. Проку никакого от этих кондиционеров. Нет, идешь по улице. Кондиционеры в Гонконге дровно такие же. Идешь по улице, прохладно. Проку никакого. Где? Они обращены в сторону улицы. Идешь по улице, и обдувают. Я знаю. Не надо думать, что это обдувает и помогает. И в Гонконге точно то же самое, никакого толку с ним. 35, где-то 36 градусов. То есть они существенно южнее нас, не надо прикидываться. Японцы нарочно приезжают сюда, умирают у Боровицких ворот, нарочно, чтобы нас устыдить. А у своих жарче, чем у нас, да и влажнее. Слушайте, значит, и тонут тоже. У меня утонул насмерть знакомый. Это что, это вам пишет кто-то или это у вас? Денис пишет. А вот 15 человек утонул за трое суток. Трое суток, это в новостях. Так я хочу сказать, что давайте скажем честно людям, что утонуть человек не может. Да. Если он паниковать, он будет пьяным. Вообще, в принципе, человек утонуть не может. Внимание, это закон физики, подумайте. Человек на 80% состоит из воды, которая сохраняется, на пленке воды будет лежать. Вода на воде лежит просто, понятно, да? И там нет... Возникает законный вопрос, Сергей. Как попадает вниз та вода, которая внизу? Нет. Если вода на воде лежит. Конвекция жидкостей. В школе училась, нет. Конвекция. Я в гуманитарном классе. Ты лежишь все равно, вода на воде лежит. Но кроме того, в тебе есть легкие с воздухом, жир, сало, которое всплывает. Тогда в тебе все остальное всплывает. Все остальное в тебе всплывает. Человек не может утонуть. Не может. По определению. Потому что когда они погибают, утонут, я все время думаю, что это нарушение законов физики. Я не понимаю, как они могут утонуть, когда человек не может утонуть. Я не знаю, а где они тонут, главное. Вы представляете, видели все эти озерцы, московские, во дворах? Не знаю, я как керчанин, как крымчанин должен сообщить вам, что я с 7 лет просто жил в воде часами, по 5 часов, по 4 часа. Единственное, чего можно достичь в воде, это замерзнуть. Больше никаких решительных эффектов там нет. Послушайте. Значит, еще. Очень важно. По делу об откатах Хьюлитт Паккер. Давайте к экономике придем. По делу об откатах Хьюлитт Паккер в генпрокуратуре застряла в генпрокуратуре. Дело, само дело. Маркер, маркер.ру, выяснил, что немецкие исследователи до тех пор, до сих пор не получили от российских коллег результатов обысков. Дело в том, что по отмыванию денег, по коррупционному отмыванию денег, было возбуждено дело против компании Хьюлитт Паккер, против сотрудников, естественно. Что они взятки давали? Что они давали взятки, чтобы тут наши чинуши... Откаты давали. Ну что-то на манеру Мерседесовского дела. На манеру Мерседесовского, да. Следственный комитет в апреле передал результаты обысков в Генку, в генпрокуратуру. Следственный комитет. Как положено по закону. Теперь с апреля, с апреля по июль, немцы ждут, чтобы это передали немцам тоже, чтобы ловить сукиных детей. Генпрокуратура икнула. Генпрокуратура с апреля по июль, не передает немцам вообще ничего, и никакого дыхания нет. То есть Хьюлитт Паккарт... Что, я не понимаю. А Хьюлитт Паккарт ждет и ждет. А Хьюлитт Паккарт ждет, чтобы их посадили. Хьюлитт Паккарт ждет дела, может быть, какого-то громкого... Хьюлитт Паккарт ждет поклоны земные и говорит, засудите жена сукиных детей. А Генка говорит, не буду. Вот в этом и будет заключаться пытка, говорит Генка. То есть Генпрокуратура отказывается судить Хьюлитт Паккарт за откаты. Они, наверное, ходят друг к другу. Что за диво? Что за диво? Ты брал, я не брал. Ты брал, я не брал. А кто брал? А что это за дело? Сейчас в Середор отправим эту... Братцы, это удивительное дело о Хьюлитт Паккарде, который Генпрокуратура отказывается судить в самой категорической музыке. А кто на Генпрокуратуру? Вот если Генпрокуратура... На Генпрокуратура сразу уже Святой Петр. Я знаю. Нет, СКП у них внутри. Ну, внутри... Внутрях нет. С одной стороны внутри. Не с одной стороны, а с другой стороны. Всегда с другу. Всегда. А зачем он был создан? Он был создан, чтобы... Чтобы сижиться по-протому. Нет, чтобы клан один противостоял другому. Там два клана есть. Один клан, который приписывается величайшему филологу. А тут такого прямого представителя нет. Нет, есть филолог, петербургский филолог Игорь Иванович Сечин. Один филолог. И второй кто? Игорь Иванович Сечин. А второй клан Золотого Черкесова. Это силовики. Силовики. Там и Хинштейны там входят в него. И много кто еще. И это сложно было, чтобы они друг друга об друга точили зуб. Но чтобы ни один из них не брал верху. Поэтому нормально. Нет, подожди. Хинштейн наоборот против Бастрыкина. Подожди. Значит, Хинштейны входят в клан Игоря Ивановича Сечина. Вечно я запутаюсь с этими вот кланами силовиков. У него все проблемы. Так, послушай, еще один есть клан. Прекрасный клан. Это в новой газете сегодняшней обнажен еще один клан. Это называется управление делами президента. Это кожановский клан. Независимый великий клан. Великий. Великий абсолютно. Когда все эти перегрызут друг друга. Хинштейны с Бастрыкинами, наконец. И, наконец, вся кровь из них выкопает на наш грунт вообще и впитается в землю. Останется великий клан кожана. Очень интересно. Сегодня в новой управление делами президента выделало 800 миллионов, но уже построенную дорогу. Чтобы ее, наконец, построить. То, что она фактически построена, никого не волнует. Значит, как посмотреть, как посмотреть. Как вы видите? С какой-то стороны построена, с другой стороны. Дорога есть. Дорога есть. Но управление делами категорически, волевым решением, выделили на нее деньги. 800 миллионов. 800 миллионов. Потому что следует построить дорогу. Им говорят, ну она есть. Они говорят, кого это чешет. Это не дорога? Это что, дорога? Это недоразумение? Да. Еще они выделили на уже готовый фундамент деньги. Фундамент есть, но они говорят... Это здорово, Сергей. Это открывает предназначение. Помнишь черную королеву, которая говорила в Алисе, в Зазеркалье, в Зазеркалье? Превосходная фраза. Она говорит, здесь горы. Она говорит, это горы? Видала я такие горы? Это фундамент? Да, это фундамент. Но это же вранье. Видала я такое вранье? Да. Слушай, и стены еще, стены для правительственного санатория в Сочи. Они есть. Это тоже саят? Нет, они есть. Стены есть. Но разве это стены, как говорила черная королева? Я считаю, следующим траншам надо выделить деньги на стокла. Деньги получили фирмы, близкие к чиновникам управления делами президента, утверждает новая газета. Расследование новой. Новая расследует, как они сами себе выделят деньги. Если генпрокуратура не чешется по поводу дела Хьюлит Паккарт, так может она хотя бы сегодняшнюю новую возьмет и что-нибудь там... А кто для генпрокуратуры дороже? Хьюлит Паккарт или управления делами президента? Я бы выбрал Хьюлит Паккарт, если честно, в качестве жертвы. Если бы вы были на месте генпрокуратуры, кого бы вы считали перспективнее шерстить и шельмовать? Вот вы на месте генпрокуратуры. Смотрите, генпрокуратура отказывается делать, что бы то ни было против Хьюлит Паккарта, судя по публикациям. И против самой себя. И вдобавок она отказывается делать, что бы то ни было против управления делами президента. Поставьте себя на их место. Если бы вы были на месте генпрокуратуры, вы бы скорее взялись шельмовать Хьюлит Паккарт 66006.9, а что перспективнее? 66006.9.1. Или управление делами президента 66006.9.2. Кого вы бы скорее шельмовали бы? Понимаете, выход, выход. Это не зависит от слова. 66006.9.1. Вы шельмовали бы Хьюлит Паккарт. Это перспективнее. Вы шельмовали бы управление делами президента. Это сытнее и перспективнее. Во всех смыслах 66006.9.2. В случае вашей победы. Через минуту вернемся. Подъем. 32%, 32,1% наших слушателей предпочли бы напасть на Хьюлит Паккарт, будь они генеральной прокуратурой. И 67,9% наших слушателей предпочли бы агрессивно выступить против управления делами президента, которое выделила, судя по сегодняшней новой газете, 800 миллионов рублей, полагаю, на уже готовую дорогу в Сочи. Она готова, но и теперь повторно ее надо как-то вот, значит, вот. И тогда уже будет по-настоящему. Полировать все потом, я думаю, нужно. Конечно, а это же вот ци денег, энергия денег, она обитает над дорогой. Если не выделить дополнительных средств, она быстро разрушится. Приедешь, сразу чувствуешь место силы. Пахнет деньгами, конечно. Если пахнет деньгами, в настоящем энергетике. И думаешь, не вложить ли мне тоже пару сотен. Конечно, а если ее дешево поставишь, это дорога, она на завтра развалится, в пыль приводится. Совсем с другим чувством по ней ездить будут. Конечно. Россия схитрила сегодняшнюю стадию в ведомостях. Менее половины из 26 рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией выполнила Россия. Генпрокуратура оправдывается, некоторые рекомендации неисполнимы в принципе. Другие вот-вот готовятся к исполнению. Значит, смотрите, есть такая группа стран против коррупции. Ее широко пропагандировали русские средства массовой информации, когда она создавалась Греко. Это группа стран против коррупции. Россия, это группа стран России, ввиду ее репутационных, репутационных вот этих вот... Изъянов. Изъянов существенных. А России было рекомендовано сделать то да сё. 26 всего рекомендаций. Европейцы хитрые. Надавали нам рекомендации, которые невозможно выполнить. И он бы наговорили всякое. Нет, нарочно. Это же фель русской сказки, понимаешь? Это задание, которое невозможно выполнить. Да, да. Но, кстати, не только русской. Золушки тоже дают неподъемные задания. Без феи никак не обойтись. Правда же? А? Очень смешно, да. Да. Ну и у нас тоже. Так что же мы можем делать? В традиции русской и европейской сказки выполнить невыполнимое. Что же, значит, европейцы нам невыполнимого назадавали, чтобы нас потом позорить, тыкать пальцем и плеваться? Что же они нам назадавали? Сказать? Значит, нужно было принять планы, стратегию по борьбе с коррупцией. Это совершенно невозможно. Это мы сделали. А, это мы сделали. Принять закон, расширить возможности участия общественников. Это невозможно. Нет, это сделано уже. Сделано. Смотрите уже сколько. Общественник на общество. Решить невозможно кинуть яблоко и не попасть в общественника. Установлены критерии приема на работу прокурора. Это все сделано. Судьи получили право оспаривать решение об увольнении. Спорят, так, хрепоты, пожалуйста. Расширены возможности по доступу граждан к информации. Это все сделано. Введены публичные отчеты чиновников правоохранителя о собственном имуществе. Пожалуйста, все сделано. Все. Ну, а не выполнено, смотрите, не выполнено шесть рекомендаций. Не созданы административные суды для обжалования действий органов власти. Еще, еще, еще. Не сокращен список листов, пользующихся иммунитетом. Это невозможно сделать. Нет, невозможно, невозможно. Потому что демократия рухнет тогда. Я сейчас объясню, почему я не шучу. Что они все сядут. А потому что, конечно, они все сядут. И когда будет демократия? Это же представительская демократия. Все представители в тюрьме. То есть, кому обратиться? Где мой депутат? А он в тюрьме. А, понятно. То есть, они все в тюрьме будут. Понимаете? Сенаторы, судьи, прокуроры, депутаты решительно все будут в тюрьме. Это невозможно. Это подтащит основы нежной молодой демократии, которая воспряла после тоталитаризма. Прошу. Да, прощения. Понимаете? Значит, и так далее. Не расширено число коррупционных статей с конфискацией имущества. Это европейцы от нас требуют. Европейцы требуют от нас антидемократических вещей. Каких-то абсолютно тоталитарных вещей. Угрожающих. Угрожающих звучит. Поэтому мы даем отпор Европе, потому что мы... Мы советский опыт, как говорится. Нет, мы очаг, мы очаг демократии. Сфиксации прошли. Мы должны отвергнуть опыт вот этих инсенуаторов, которые они нам предлагают. Они же нам предлагают нарочно, они нас поднанят, на слабо. Они на нас эксперимент, наверное, хотят поставить. Нет, на слабо, на слабо. Вот закури, не слабо, закури. Тогда они нас случат чему? Плохому, европейцы. Понимаете? Ну вот, еще. Не разграничена подследственность по коррупционным делам. То есть, 26 этих самых. А мы не стали их выполнять. Значит, что нам за это будет, вопрос сразу. Да ничего не будет. Нам за это ничего не будет. Но будут строить дорогу по два раза. У нас за это будет плохая репутация. У нас за это будет плохая репутация. Да. Которая будет все считать, что мы коррупционеры. Страна коррупции. А мы-то знаем, что это не так. И следовательно, это наветы... И мы делаем телеканал Russia Today, который призван на имидж России все-таки. Каким-то образом. Совершенно про другие вещи. Это чтобы съездить в Сибирь, посмотреть, как там живут кочевые племена, да? Громкий скандал с недавним задержанием двух чиновников Росрыболовства. Это МК пишет, который, подобно бендеровскому сетелю, разбросали по варшавскому шоссе миллионную взятку. Десяти миллионную. Обрастает новыми подробностями. Это не единичный случай, а лишь один сегодняшний МК. Из многочисленных ячеек в огромной коррупционной сети. Созданная Рыбинске, которая преступная группа пыталась набросить невод на большинство рыболовецких прудов в Подмосковье. В нее входили не только рыболовы, а также сотрудники прокуратуры и МВД. Вот в эту сеть. Вот где братство. Вот где братство. Рыбака видят издалека. Правда, никто из этих людей не разделил судьбу своих подельников. То есть прокуроры и милиционеры, которые входили в банду, они продолжают служить. Работать. Они служат Родине, да. Они уже сейчас, возможно, едут в Старьбор. Рыбу ловить, может быть. Да. Ну вот, понимаете? Так что это еще одна публикация. Московско-Окский бассейновое управление. Московско-Окское бассейновое управление. Оно состояло из огромной коррупционной сети. В частности, включалась огромную коррупционную сеть. Сегодняшняя МК посвящает подробные исследования этому. Там полно милиционеров и прокуроров, которых решено не брать. Потому что, ну что в конце концов, делов-то, господи, ну, коррупционеры, они и подонки. Ну и... Кому это рыбная ловля нужна, в конце концов? А деньги-то настоящие. Послушай, рыбная ловля, рыбная ловля фигня, а деньги настоящие. Конечно. Разве это не прекрасно? Конечно. 9.51, погнали дальше. В это невозможно поверить. 9.53, Лев, здравствуйте. Доброе утро. Лев, вы говорили, что вы из Архангельска? Да. Скажите, это чертова жара не мешает? Не плавится голова еще у вас? Совершенно нет. А что у нас в Архангельске в это время сейчас? Ну, как сообщали вчера, до 20 градусов народ загорается. Черт. Вот хочу в Архангельске. Слушайте, ну что, значит, доллар не рухнул на 1.28, как мы предвещали, будучи экстремистами. Нефть подорожала и все такое. Расскажите, что ли? Ну, действительно, все-таки на более-менее положительные статистики рынки, можно сказать, выпадали вечером. Вернее, днем в пятницу все-таки, ну, рост сохранился, но довольно скромный. Они вечером попытались дальше отрасти немножко еще, до 0,4%. И индекс РТС, РТС, стандарт прибавили. Соответственно, сегодня все-таки при поддержке нефти, и азиатские рынки только не Киевна с красным выглядеть. Соответственно, ждем продолжения попыток роста. Но они скисают, Лев. Я вот смотрю на них с 6 утра, они тихо скисают. Вот утром они были бойчей азиаты. Сейчас чуть-чуть как бы вот пафос падает. Ну, все-таки это отсутствие внешних движений. Они начинают, по идее, получается, первыми после выходных. Да. Они ждут сигналов от Европы, думаете. Более осторожно. Ну да, наверное. Хорошо, крадучись тихонечко на 1,2595 доллара евро. Крадучись тихонечко начинаем этот понедельник, да? Да. 12 июля. Ура, погнали дальше. Погнали в движение. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении. У меня есть несколько сообщений для вас. Это... Так, секундочку. Вот. На Большой Черемошинской улице у Шверника засада ГИБДД. На Большой Черемошинской у Шверника ловят проезжающих на красный свет. А зачем вы едете на красный свет? Для чего? А там, может, все время красный свет? Хорошо. Секундочку. По Киевскому шоссе через большую пробку на въезде в город продирается А-463МР в сопровождении милицейского джипа. Всех сносит мигалкой и сиреной. Радость проезда сановной задницы А-463МР хочет на работу. Видите как? Ну вот. Это же патриотизм наверняка. Дмитровка в Москву после истории с Ленинградкой стоит наглухо. Пробка начинается от Лобни и Ранья. Во Владимирской области есть полигон по уничтожению ракет, а вокруг него замечательно растут грибы и ягоды, которые вам продают в Москве. Не ешьте ядовитые. Итак, на Дмитровке в районе Грибков на протяжении трех километров аварии с фурами. Вот что. Дмитровка не только из-за Ленинградки, друзья. Не только. Просто в районе Грибков на протяжении трех километров аварии с фурами. Средний, левый и снова средний ряд. ГАИ нет нигде. Три аварии с фурами на Дмитровке. Это не только из-за Ленинградки, а еще из-за трех аварий. Вот такие дела. 78870, где идите, что видите? Расскажите мне движение в Москве. Воочию, что видите? В окошко, что видите? Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро, Илья. Ярославка, до Ярославки по внешнему кольцу, на удивление, свободно. Спасибо, еще МКАД от Ленинского до Свободы, очень душевно. Волгоградка стоит от МКАДа, один час до Кузьминок. Вот такое какое-то дико неровное движение. Смотрите, рядом люди летят и одновременно в 10 километрах от них стоят. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Всех, кто едет в Ленинградке, перед поворотом на бетонку, это где-то 47-й километр, горит автомашина-легковая ровер. Горит перекрыло движение, поэтому все, кто может, сворачивайте на Пятницкое шоссе. Это произошло ровно 25 минут назад. Он только загорелся. Спасибо. Значит, 47-й километр у съезда на бетонку горит ровер. На Ленинградке. Если можете, минуйте, потому что ГАИ там устанавливают оцепление, начинает скапливаться пробка. Осторожно. 9.57. Футбол, надеюсь, да? Спортивный выпуск. Вячеслав Петров. 10 часов 3 минуты понедельник. 12 июля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Доброе утро. Голоревич, где у нас? 30.92. Свеженький доллар сегодняшний. 30.92. Комсомольск болел за Голландию. Это неправда. 86-й. Ну неправда. Комсомольск болел. Дземги? Дземги болели за Испанию. Останкино-Внуково. За один час я болел за Ганну. Расскажите, не притесняют ли Аймара Гуараньи? Я сегодня не Гуараньи. Я сегодня не Гуараньи. Я сегодня Кастисово. Езжу из Дмитрова в Москву ежедневно. Последние две недели от Лобни все стоит. МКАД от Ленинского до Свободы очень тушал. А это мы уже читали. И Волгоградка стоит от МКАДа один час до Кузьминок. Ну так вот. Послушайте. Эпоха цензуры. Очень смешная публикация и исследование у центра Левады. Имени Левады. Левада-центр. Он опросил 1600 человека об отношении к критике власти и к цензуре и так далее. Здесь дали огромозятся проценты. Посмотрите в ведомостях, если хотите подробно. Да или на сайте Левады, что самое простое. На сайте Левады есть исследование. Мне понравилась цифра, которая вот что говорит. 63% опрошенных полагают, что все, что показывают на экране ТВ, в частности, подвергается цензуре. При этом 59,3% поддерживают необходимость цензуры. Понимаете, да? Да. Это разные цифры. То есть это не из одного вопроса вытекал другой. Это уже манипуляция опросом. То есть люди, когда спрашивали, наверняка не спрашивали, вы знаете о цензуре и дальше поддерживаете ли ее. Это могли быть разбитые вопросы, там, какие-то в середине, понятно, как на детекторе лжи и так далее. Но на самом деле это ужасно интересно. Это интересно. Я хотел бы спросить наших слушателей, если бы цензором были вы, предположим, что цензором, вы считаете, что существует нектоцензор, нектоцензор. А вот вас им назначили. Вы, неважно, в СМИ, всюду, 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 где есть цензура, всюду, где есть полномочия цензора. Цензор – это вы, конкретный человек, вы. Я вас спрашиваю, вы бы сделали больше свободы? Секундочку, я нажму. Ну, 660-691, вы бы дали больше свободы. Цензор – вы. Ну, у вас есть коридор возможностей. Вы можете чуть-чуть послабее, 660-691, вы бы еще чуть-чуть пожестче, 660-692. Цензор – вы. Вот существует нектоцензор. 63% населения уверены, что существует цензор. Ну, или там, цензоры, да? Давайте обобщим эту фигуру. Существует нектоцензор. Господин цензор. Вас назначили. Это вы – цензор. У вас есть коридор возможностей, как всегда, вы понимаете, да? Всюду вам дают коридор. От стенки до стенки можно колебаться. Вопрос. Вы бы чуть-чуть бы дали больше свободы, вы бы полиберальнее чуть-чуть. 660-691. Нет, вы считаете, пожестче бы. Чуть-чуть пожестче бы. Вы знаете, что еще надо подприжать, потому что есть разнузданность. 660-692. Чуть-чуть больше свободы. 660-691. Чуть-чуть больше жесткости. 660-692. Внутри коридора возможностей. Цензор. Вы. Вы можете и так, и редок. Чуть больше свободы. 660-691. 660-692. Нет, жесткоча надо побольше. Потому что что-то разнузданности много. Распоясались все, подонки. 788-107-0. Я принимаю звонки, пока мы голосуем. Алло, здравствуйте, допрошу вас. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? А, Галина. Да, Галина. Я, знаете, редко звоню, а сейчас решила... Ну, я вас умоляю. Давайте к делу, если можно. Все. Я бы убрала со всех программ. Она на всех программах. Собчак. То есть вы считаете, как в качестве безнравственной, или в качестве чего? Вот что именно вам не нравится в Собчаке? Еще раз, пожалуйста, если можно. Простите, вы бы... Ваша основная претензия к персонажу, которого вы упомянули, какая? Какая? Это столько претензий. Это настолько мерзко. И видно, что такая крыша. Известно кто. Извините, пожалуйста, за грубость. Спасибо. Нет, 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 нет вопросов. То есть есть персонажи, а не явления. Но эти персонажи олицетворяют явления. Вот о чем говорит Галина. Верно ли я так понимаю? Видимо, да. То есть вы цензор, вы цензор, вы цензор. Вот есть цензор 63% наших слушателей. Вообще 63% населения утверждает Левада Центр. Убеждены, что все, что показывает на экране ТВ, подвергается цензуре. При этом 59,3% поддерживают необходимость цензуры. Спрашиваю. Цензор вы. Вы, вас, вас, вас назначили цензором. Конкретно. Не кого-то, так сказать, дядю Федю, а вас. Значит, вы в коридоре возможностей. Вам очертили коридор возможностей. Вы в коридоре возможностей были бы чуть полиберальнее, чем нынешний предполагаемый цензор. 6600691. Вы были бы полегче. Вы бы все-таки как-то вот софт такой цензуру бы делали. 6600692. Вы бы пожестче. 6600692. Вы бы пожестче. 6600692. Вы считаете, что цензура такая у нас какая-то... Недоцензуренная какая-то цензура. Какая-то она такая расхлябанная. Ощущение, что они там рука руку моют. Какое-то ощущение. Ну вот. 7272788. Я просто смотрю на голосование и дивлюсь его результатом. И вдруг-вдруг заголосовали. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Слушаю. Добрый день. Как из правил? Да. Сергей, вы знаете, ну на мой взгляд как бы цензура должна быть пожурче, но даже не цензура. Я бы скорее сказал, что мне нужны худсоветы возвращать. Худсоветы. Настя, у Настя вопрос. Секунду. А у меня вопрос. Вы имеете в виду только СМИ или вы имеете в виду искусство тоже? Я имею в виду все. Потому что, честно говоря, в свое время как бы я был за то, что появилась там на экране западная музыка, появилось там еще что-то. То есть вот эти конец 80-х, там 90-е годы. Это, честно говоря, то, что имеется сейчас, ну не будем называть опять же тот же самый Кословутый Дом-2. Извините, когда в 11-м часу утра в воскресенье сидим всей семьей, завтракаем, вдруг передача на каком-то документном канале. А сейчас мы поговорим о проблемах мужской потенции. Да, да, да. Вот, честно говоря, я просто выпал в осадок. В общем, дети... Нет, мы с вами, Павел, с ужасом обнаружили, что свобода для них, ну для всех остальных, мы себя не относим к ним, да? Вот свобода для них выразилась в социальном плане, в свободе унижения, в свободе кражи. А в художественном мире, в мире искусства, свобода оказалась свобода и на пошлость, и паскудство. Понимаете? То есть это правда, да, да, да. Скорее даже так. Свобода им делает все, что угодно, а нам просто тихо это глотать. Спасибо, Павел. Послушайте, дело огорчения от свободы у русских, вообще любой свободы, выражается в том, что любая свобода, русские вообще, всякий раз глотнув свободы, убеждаются в необходимости меритократии. Меритократия, когда лучшие люди должны руководить скотом. Понимаете, да? Лучшие люди. Притом лучшие люди, это очень важно. Вы голосование закончили? Подвели итог? Да, закончим. Давайте закончим. А вот потому что цифра очень выгодная для нас. Очень выгодная для нас цифра. Значит, почему удивительно? А мне удивительно. А вот ничего удивительно. Вот совсем ничего удивительно. 32,5 с вами говорят люди, открытые миру. С вами говорят люди, которые тосковали по свободе. Просто опыт свободы в России всегда ужасен. Вот в чем дело. Значит, 32,5 процента, назначенные на должность этого самого цензора, 32,5 процента, сделали бы жизнь нашу свободнее, либеральнее. 32,5 процента. 67,5 процента, грубо, чуть больше двух третей, верно? Значит, сделали бы цензуру жестче. Жестче. Потому что русский человек, понимая, это очень важный вывод. Вот вы поймите для себя. Русский человек, хлебнув свободы, всякий раз, притом это всякий раз делается, всякий раз, это в 19 веке было несколько раз, по крайней мере, да? Причем там по крайней мере два раза в 19 веке, две эпохи, которые дышали свободой. От 12 до, от 15, скажем, 1815 до, до 25 года, 25 года, нет, нет, я говорю про 19 век. От 15 до, там, или 12 до 25 года, до восстания декабристов, все общество дышало свободой. И потом великие реформы, конечно, земство, и, конечно же, свобода университетов, отмена крепостного права, и все такое. Такое вот это второе дыхание свободы. Всякий раз, вдыхнув свободы, русские обнаруживают, что свобода в России означает право издеваться над людьми чемпионов, ходить по головам, издеваться, красть, насиловать, грабить. То есть вот свобода, это значит нас изнасиловать. Ну так а может после выхода? Нет, никакого другого способа нет, никакого другого способа русской свободы нет. Свобода, это значит придут насиловаться. Мы ни разу не смотрели, что будет дальше. Нет, мы знаем, что будет дальше. Мы знаем, что будет дальше. Дальше победившие чемпионы говорят нафиг, кроме нас больше никого, и свободу закрывают. Как, понятно. Вы знаете, что свобода, свобода вылилась в то, что вы не могли дойти от метро до дома. Свобода вылилась. А потом шайки сплотились, и шайки сделались милицией, МВД называться стали. И вы можете теперь дойти от метро до дома. Вы знаете, что банда одна называется МВД банда. Вообще хорошо как бы. То есть мы настроены на то, что любая свобода означает хаотизацию криминального сознания народа. Хаотично. То есть мы криминально хаотичны в период свободы, и мы криминально структурны в период несвободы. Так мы всегда и всюду предпочитаем криминальную структурность. Мы всегда и всюду отрицаем необходимость криминального хаоса. Мы хотим криминальную структурность. Криминальный порядок для нас лучше, чем криминальный хаос. Разве это нелогично? Вы хотите каждый день не знать, изнасилуют или нет? Или вы хотите порядка и знать, что изнасилуют, например, в 2020 году? Условно. Вы хотите порядка или чего вы хотите лично, я вас спрашиваю? Ну, я? Да, лично. Вы? Лично я буду рассчитывать на то, чтобы в основном ничего не случится. Как это? При свободе? Я никогда, кстати, ничего не варю. Или вы рассчитываете на то, чтобы быть чемпионом в свободе? Нет. Почему? Ну, я бы хотела самостоятельно анализировать все, что мне... Анализируйте, если вы абсолютно самостоятельны в своем анализе, то вы должны обнаружить, что садо-мазо-свобода структурное лучше, чем садо-мазо-свобода неструктурное. А другой не будет. А другой не будет, потому что такова культура взаимодействия. Как только что мы общим. Нет, культура взаимодействия на горизонтальном уровне людей в России такова, что структурное криминальное установление лучше, чем внеструктурное криминальное установление. Ну, лучше структурное? Структурное лучше. Ну, хорошо, уговорили. Ну что, ну понятно дело, ну что же, не знаешь, конечно, вот и все, поэтому наш цензор говорит, что он бы еще позапрещал 67,5 процента, 67,5 процента утверждают, что лучше будет, если цензор будет еще более жестким, обоснуйте, 788-107-0, обоснуйте, 788-107-0, чего позапрещаем еще, давайте позапрещаем. Алло, здравствуйте, заслушаю. Коридор возможностей, вот внутри коридора возможностей вы бы были жестче или вы были бы либеральнее? Вот и весь вопрос-то был, 32,5 были бы либеральнее, 67,5 были бы жестче. Просто видите, в чем дело, здесь накладывается отпечаток того, что передачу ведете вы, и люди, которые звонят, они все-таки обладают интеллектом, понимаете, в чем дело. Сантовая механика, наблюдатель зависит, да, и от ведущего зависит. Да, поэтому 32,5 процента говорят о свободе от вот этой вот... А давайте спросим вот эти 32,5. А-а-а, то есть вы имеете в виду, а-а-а, даже, то есть вы имеете в виду, что даже либералы, это иные либералы, это не... Да, то есть, понимаете, значит, свободы они хотят от либутов, а, значит, усиление цензуры они хотят, то есть, может быть, это одни и те же люди, просто они по-разному понимают этот вопрос. Прочтение термина, спасибо, но, тем не менее, любое, спасибо, любое голосование, любое голосование всегда означает прочтение терминов, любое расслоение на да и нет, и есть искусственное расслоение, возможно, это одни и те же люди, понимаете? Ну, конечно. Потому что это одни и те же люди, просто их трактовка такова. Но я считаю, я считаю, что все равно это голосование вычленяет принципиально важную вещь, абсолютно принципиально важную вещь, что мы недовольны, мы всегда за меритократию, за то, чтобы лучшие решали за быдло, потому что свобода, будучи предоставленная всем нам, всем нам, есть явление абсолютно ужасное, разнузданное, садомазохистское, наполненное насилием и издеванием. Исследовательство над личностью. Поэтому мы ни в коем случае не должны получить свободу, мы недостойны свободы. Вот главный вывод мыслящих людей в России, понимаете? Мы недостойны свободы. Потому что любая свобода используется нами для издевательства друг над другом, понимаете, да? Поэтому должны лучше решать меритократия, понимаете? Так всегда было и так всегда будет, наверное, потому что это элемент культуры. Ну что, нет? Хотелось бы, чтобы туда в меритус попали вы и я. И сразу хочется всем самим попасть туда. Спасибо, спасибо, спасибо. И мы приходим опять к тому же, и каждый по себе думает. Дальше должен, нет, а дальше должен возникнуть механизм, механизм вычленения лучших внутри меритократии. Мы недовольны сегодня, мы сегодня недовольны еще и механизмом вычленения лучших. Нам кажется, что в лучшие попадают не лучшие. Нам так кажется. И, собственно говоря, буза всей оппозиции, буза всей русской оппозиции... Потому что не она там, да-да-да. Открою вам страшную тайну русской оппозиции. Буза русской оппозиции философски, концептуально заключается в том, что мы бы лучше берегли трон русской меритократии от русского народа. Мы бы лучше берегли трон от этого говна, говорит оппозиция. Это вот выпустили в меритократию, в меритократов, выпустили неправильных, негожих людей, которые нехорошо ухаживают за троном, а мы бы ухаживали за троном в десятки раз лучше. Вот в чем принцип сознания русской оппозиции, понимаете? Мне кажется, что я невероятно потряс и помог, и выручил Лимонов Эдуард Вениаминович, которому я испытываю, как вы знаете, колоссальную симпатию. Или лично, ну вообще он классный, он как персонаж, он оживляет палитру и пейзаж, и чего хочешь. Мне понравилась сегодняшняя публикация в «Коммерсанте», которая уникальна. В субботу в гостиничном комплексе Измайлова прошел учредительный съезд партии «Другая Россия». Значит, депутаты выбрали своим председателем, ну там оппозиция же раскололась окончательно, во все, во все, во все щепки разлетелы. Во все дребезги. Значит, Касьянович сам по себе, Каспаров сам по себе, все теперь сами по себе. Все всех в рабу видали, и немцов кудлаты ходят, значит, там посредине, туда-сюда. И Лимонов теперь создал себе партию. Значит, что, что Лимонов создал? Мне понравилось, мне понравилось, как он говорит здесь с трибуны. Я хотел бы найти это в цитате, если позволите, потому что я не рискую, не рискую, не хотел бы рисковать. Это слова очень важны. Программу партии господин Лимонов назвал мирной, направленной на защиту интересов населения. Свою идеологию «Другая Россия» — это новая партия, которая еще не зарегистрирована, но в любом случае она декларирована, что она есть. Значит, пока формулирует туманно. Далее цитата из Лимонова. На пресс-конференции меня спросили, что у вас будет за партия? Лево-радикальная, право-радикальная. Я ляпнул центристская. На самом деле партия будет такой, как мы с вами решим. Так Эдуард Лимонов охарактеризовал соратником идеологическую платформу партии. То есть, Эдуард Лимонов сообщил залу, идеология будет любая. Любая! Вообще, насрать, какая идеология, сказал Эдуард Вениаминович. Ребят, значит, у нас будет партия, сообщил Эдуард Вениаминович. У нас будет партия. Идеология какая, насрать какая. А ему говорят, ну как это? Он говорит, ну вот какое скажет, такая будет. Вот она, русская оппозиция. Гениальная русская оппозиция. И Лимонов, выдающийся сторонник меритократии. Выдающийся сторонник меритократии. Вновь и вновь. Со слезами на глазах. Видите слезы на глазах? Нет, не видно. Не видно, скажите, что видите. Со слезами на глазах. Я прошу трон. Я прошу трон. Священный трон русской империи. Дать Лимонову, Эдуарду Вениаминовичу должность. Причем министра этих трудовых природных ресурсов. Или направить его на программу «Чистая вода» Грозлова. Чтобы он, вот этот пафос служения меритократии и трону отдал бы. Наконец он вли... Вот как он пройдет бетон, защищая трон, Эдуард Вениаминович, вместо того, чтобы хрен знает, где в Измайлове сидеть. Подозрительное место, между прочим. Там недалеко есть хороший... Нет, там в Измайлове, в частности, неплохие китайские рестораны остались, ну, еще со времен Черкизона. Там неплохие есть китайские рестораны сбоку, я знаю место. Ну вот, слушайте. Значит, его спрашивают, какая будет идеология, Эдуард Вениаминович отвечает. Любая, говорит, какая, какая скажет, такая и будет идеология. Главное, говорит, мы будем критиковать. Вот в чем смысл русской оппозиции. 10-23. Пресса, погнали. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Обзор печати. Обзор печати, Анастасия Анастасия. Да, Сергей, впервые пытаюсь воспользоваться служебным положением. А читает все время в интернете, ахинея. Электронная пресса говорит, что вы собираетесь работать на одном из главных каналов страны. Еще тут куча слушателей почему-то пишут. И слушатели спрашивают. Вот я спрашиваю. Я думаю, что когда-нибудь мне бы об этом сказали в первую голову, потому что мне об этом никто не сказал. Вот эти две антисоветчинцы, я написал в Твиттере, что две бранчливые антисоветчинцы, Петровская, Славиной, сказали, что я иду на НТВ. Ну, а я им, значит, им лучше знаю. Я, честное слово, ничего про это не слышал. Все, я в Твиттере написал «Растрига», Твиттер «Растрига», посмотрите. Нет, все, правда. Все, читаем ваши Твиттеры, все, больше никому не верим. Вот, видишь, порекламирую. Кто, может быть, только сейчас проснулся и не смотрел вчера финал чемпионата мира, сообщаю, что выиграла Испания. Если мы про Твиттер говорим, то я еще «Кремлин Раша» читаю, Медведева, и у него последнее 14 часов назад. Испания и Голландия сегодня решают судьбу «Золото ЧМ» по футболу, обе команды сильные, уверен, что игра будет яркой. Удачи всем, кому всем. То есть совсем всем. А, ну всем нам, кто смотрит футбол. Ну всем нам удается, да. Нет проблем. Выиграла Испания, об этом в российской газете. ФСБ идет на вето. На прошлой неделе комитет Госдумы, мы помним, да, все по безопасности утвердил поправки к принятому закону, который расширяет права ФСБ, и там смогут подходить к гражданам и делать предупреждение, что они вот катятся по наклонной, и предупреждение, чтобы не допустить совершения преступлений. Поправки несколько смягчили вызвавшие наибольший протест нормы. В документе больше нет пункта о вызове граждан ФСБ для объявления предостережений, нет теперь наказаний за их неисполнение, а ведь грозились до 15 суток и вообще штраф какой-нибудь сделать. Отныне нельзя обнародовать информацию о предостережениях, ну и другие. Смотрите, в Коммерсайте об этом подробнее. Потом газеты, значит, если в общем и целом смотреть, обратили внимание на выход Фиделя Кастро, в свет, вы знаете, с 2006 года он не появлялся, и там его оперировали, и что-то очень плохое было. Ну, это видео уже показывали, когда он был с Чавесом, там чуть-чуть, а тут уже на мобилу как бы пиратское видео. А тут вроде он в белом таком костюмчике легком пришел, потому что-то, да, такое в спортивном. Потом все продолжают почему-то писать про шпионов пресса, ну, видно, тем нет, поэтому все продолжают муссировать эту тему, хотя она, все пишут, что скандал исчерпан, и Россия, возможно, да, приняла сценарий, который США написали вот для этого, ну, все это обсуждали еще на прошлой неделе, чего тут, да, рассказывать. Но многие пишут, Путин предписал аэрофлоту, вы знаете, покупать наши отечественные самолеты и не ходить туда за рубежи нашей Родины в поисках самолетов, да. Чего это? А вот так все пишут, да, и Комсомолка написала российская газета. Ну, и поиск покупают. Эксперт сегодня выходит, и пишут они... Самые хорошие самолеты у кого, сказать? Ну, мне стыдно признаться, у арабов. А, ну, понятно. Сейчас объясню, почему. Когда вы летаете, ну, это не важно, Катар, аэрлайнс, не важно. Здесь почему? Ну, Эмират, и Катар. Ну, в туалете считаете количество языков, на которых написано... Во-первых, они новые у арабов, новые самолеты. Во-вторых, у них летчики-англичане, что очень важно. Летчики-англичане, стюардессы-узбечки, самолеты новые, в эконом-классе всюду телевизоры вмонтированы. И, значит, есть надежда, что террористы взорвут не арабов в первую очередь. То есть, когда летишь, ты спокоен, потому что самолет полон потенциальными... Но они же сами себя не... Не идиоты же. А бывает иногда, знаете, что идиотами оказывается... Нет, первое, значит, первое, что безопасно, безопасно. Безопасно, не будут же они взрывать исламские линии. Специально нет. Второе, новые самолеты. Третье, летчики-англичане. Ёлки, почему же не летать арабами? Только арабами и надо летать. Отрекламировали, спасибо. Журнал «Эксперт» сегодня выходит. Тема номера засуха и аграрии. Как им придется, тяжело, не тяжело. Там вроде урожай частично по гейпу, а вроде как кредиты за это им дешевые будут давать. Вообще Зубков говорит, что запасов у нас хватит на всех. В смысле зерновых. Так что ничего страшного. Издавайтесь культурных новостей. Давно мы ничего не рассказывали. Ученые сделали открытие. Послушайте, нашли город, сарай. Его же не было, а его нашли. Столица Золотой Орды, которую искали 200 лет, найдено. Открытие сделал молодой. Ему еще нет 30, между прочим. Что сделали вы до 30? Я имею в виду, каждый должен себя спросить. Московский ученый Александр Пачкалов. Оказывается, сарай затопили волны Каспия, которые потом отступили обратно. Послушайте, но самое поразительное, что именно зрелище этой блестящей столицы могло породить русский миф об утонувшем городе Китеже. Ведь в сарае, как в современной столице, татар, Казани, мечети соседствовали с православными храмами. Это, конечно, не я так сама говорю. Это я читаю текст Евгения Арсюхина из газеты «Известия». Вот настоящий сарай, измените представление о истории России? Жалко вам сарая, жалко. Ну, вы же нашли, теперь уже не жалко. Нет, не в этом дело. Жалко вам сарая, былого могущества, былого ощущения, что мы принадлежим Орде. Ну, нет. Есть ли ощущение у вас такое? О жалости? Нет. Почему? Ну, хотелось бы вернуть Орду. Я рада, что мы освободились, отпутались, все такое. Чего? Ну, не должны. Кто освободился? Россия единственный, аутентичный продолжатель дела Орды. Мы единственная Орда, оставшаяся в настоящем. Серьезно, с ослабленной, правда, дисциплиной. Ура. Но мы ее скоро восстановим. Ура, да здравствует, вернем славу Орды. 10.30, новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Поехали, поехали. 10 часов 33 минуты. Русская служба новостей. В понедельник, 12 июля. С Анастасией Ножко продолжаем. Настя, степень мобилизации ваша. Степень мобилизации. Слушайте. А-600МР с мигалкой толкается на третьем транспортном кольце в районе Кутузы. Словамист. Сообщает нам 46-й. И еще. Шоссе на Лосино-Петровско. ЕКХ 095. Е 095 КХ по встречке прет. Красавец. Все смотрят на него с ненавистью. А, да. Что? Я вчера видела Рено Лаган. Да. С мигалкой, которая спрятана была и стояла на полочке сзади, за задним сиденьем. Отникать этот не считается. Отвече. Это он пусть ее запихнет себе в задний проход. Нет, это было интересно. Да, может спокойно запихнуть ее в задний проход абсолютно. Это у него такое. Переживание какое-то. Ну, однажды он выйдет, это Рено Лаган и будет рассекать по встречке. Нет, вообще ничего не значит. Нет, он может рассекать по встречке при этом, но для вас, как участника движения, это значит, что он веленый объелся или пьяный. Это как я понимаю. Может быть, у него документы есть у нее? Это так же, как под решетку ставят. Может, это депутат какой-то? Старая габушная тема. Знаете, ставить под решетку, мигалку, под решетку вниз. Ну, там, вдруг внутри решетки Волговской, ММЖ, ММЖ, ММД, вдруг замигает. Что-то призывно, что-то такое. Это значит, у парня остались елочные украшения на 12 вольт, и он не знает, что с ними делать. Серьезно. Вообще ничего не значит. Внимание. Вопрос, как ответить? Проблесковый маячок, установленный на крыше. Плюс сирена. Попукивание ничего не значит. Вообще ничего не значит. Сирена без мигалки. Сирена без мигалки. Не волнует. Мигалка без сирены. Не волнует. Должно быть вместе то и другое. И дальше. Вы должны думать о том, как ему обеспечить беспрепятственный проезд, не создавая аварийной ситуации. То есть, как только вы видите, что у него есть и сирена, и мигалка, вы начинаете думать. И дальше думаете уже. Как ему обеспечить? Хрен его знает. Как ему обеспечить беспрепятственный проезд? Вот, так сказать, вот в этих мыслях вы можете пребывать. И стараться все время. Стараться, ну, как уж повезет. Понимаете? Ну вот, хорошо. Значит, еще. А, так вы, оказывается, советский, пишет мне 83-й. А я хоть одну секунду в своей жизни говорил что-то другое? Я советский человек, да. Я советский человек. Так, поехали, говорим. Говорим. Я хоть одну секунду в своей жизни говорил что-то другое? Нет, я не слышала, чтобы вы когда-нибудь сказали что-то другое. Хоть когда-нибудь. Я говорил, что я антисоветский. Не советский ни разу в жизни. Я много-много десятилетий припоминаю, ничего-то ни разу не припомню. Хорошо. Да, поехали, поехали дальше. Вот, слушайте, Грызлов стоит строки. Очень смешная вещь про нашего излюбленного героя. Грызлов, как вы знаете, хорош как персонаж в том числе. Но, в смысле, он красочен, несмотря на невыразительность. Он один из тех актеров, которые покоряют... Израчности такой внешней, но внутренней целостностью. Вот, Грызлов очень целостный. Грызлов очень органичный. Грызлов, тем не менее, невероятно глубок вот этим взглядом спаниэлевским. Понимаете, он невероятно глубок. И ты понимаешь, что ты хуже его. Вот в любой момент, когда ты посмотришь на Грызлову, ты понимаешь, что ты можешь над ним смеяться. Да. Но ты, конечно, отстой. Вот это точно понятно, да? Вот потому что взгляд этот показывает тебе, что оно может не говорить, но оно чувствует и дышит глубже тебя в разы. В разы это существо. Понимаете? Вот, я начинаю. Грызлов стоит строки. Госпрограмма «Чистая вода», разработанная по инициативе представителя Госдумы Бориса Грызлова, получает исключительный статус из всех федеральных целевых программ. Только она одна может удостоиться отдельной строчке в новой бюджетной классификации. Переполненной вот этой симпатией к Грызлову, я попытаюсь отсыдить и отфильтровать Грызлова от Петрика. Вот какая у меня идея. Вот какая у меня идея. Но чертова вода действительно плохая. Понимаете? Вот я вам справочку. Вот спасибо вам большое. Вот спасибо большое. Понимаете? Вот мы смеемся над Грызловым. Пожалуйста, это все могут. Ну и что? Значит, смотрите. В госкрустальному детей, которые живут под близостью от хрустальных производств, содержание свинца в волосах и в крови достоверно выше, чем на расстоянии 5 километров. 98% сточных вод сбрасываются недостаточно очищенными или без очистки вообще, в принципе. До 50% обследованных детей, проживающих вблизи химического завода во Владимире. Мы зацепили за Владимир, потому что было сообщение, что сейчас на рынках Москвы ягоды из Владимирской области полыхают радиоактивным излучением. Там просто аж звенит от радиоактивности все. А мы говорим, а почему так? И мы стали искать. Сейчас вот искали во время программы. До 50% обследованных детей, проживающих вблизи химического завода во Владимире, страдают аллергическими заболеваниями, дерматитами, конъюнктивитами, блефоритами. У многих выявлено снижение числа лейкоцитов, увеличение эозинофилов. Я не знаю, может, это и хорошо. А также дисбаланс биохимических и умнологических показателей. Вот, дальше, 90%. Да, еще в 2004 году более 56% проб воды из водоемов питьевого водоснабжения не соответствовали гигиеническим нормам. В реке Клязьма на территории Владимирской области, ниже Коврова, было зарегистрировано 5 случаев экстремально высокого загрязнения, нитрита азотов. До 100 ПДК, до 100 предельно допустимых. Аммонийного азота 13 ПДК, фосфатов 16 ПДК и так далее. А из 230 свалок для ТБО только 79, для отходов 79 санкционированы. 230 свалок. Значит, послушай, послушай, просто они не санкционированы, 150 свалок из 230, чтобы было понятно, да? Да. Главным образом, свалки не санкционированы, главным образом, воды отравленные, главным образом, дети больные. Поэтому, когда мы говорим, что Петрик, конечно, Петрик ему фамилия, и другого слова не подберешь, но Грызлов-то... Грызлова, ясно, есть совершенно идея, он занимается здоровьем, и... Можно отфильтровать, можно отфильтровать Грызлова от Петрика, что нам мешает? Давайте отфильтруем. Петрик сам по себе... Грызлов с такой убежденностью, каждый раз на вопросы... А он продолжает? Говорит, что, конечно, ну, последний, по крайней мере, что я читала, на пресс-конференции ему задают вопрос, вот вы видите публикации в прессе, вам не кажется... Он говорит, пишет всякую ерунду, ну, вроде как того, что мы занимаемся тем, что надо. Собака лает, ветер носит. Ну, в таком духе, да. В программах будет замкнуто 90% бюджета, Олег Фомичев вот пишет, и так далее. Как раскрыть зло глаза на Петрика, совершенно непонятно. А как нам раскрыть глаза на воду, чертова? Давайте поговорим об этом. Не знаю, а нам надо раскрывать глаза. Все, по-моему, в курсе, что вода из-под крана... Поганая у нас или нет, объясните? Ну, в целом, да, поганая, конечно, особенно в Петербурге. Давайте просто, давайте просто как божий день, давайте просто как божий день. Вот давайте отфильтруем... В Петербурге она вообще коричневая. А? Коричневая? Да, да, да. Вы, наверное, набираете воду, у вас голубая вода в ванной, когда вы набираете в ванну, а в Петербурге она всегда коричневая. А если вы хотите, я тебе скажу, что сделать, чтобы она была голубой. Что? Покрась ванну в голубой цвет. А коричневая плюс... Потому что вода прозрачная. Коричневая плюс... Да нет, мы на торфе там стоим, поэтому из-за этого... Сами же, кто же вас просил, милая моя? Кто же вас просил стоять на торфе? Ну, а фильтр кто придумал? Удумали построить город среди болот, и рады теперь. Еще чего. Слушайте, ну, подождите, давайте попробуем отфильтровать Грозлово от Петрика и понять, действительно, с этой чертовой водой. Вы удовлетворены качеством воды, которую пьете. Вы удовлетворены качеством воды, которая течет у вас из крана. 6-6-0-6-9-1. А-а-а, нет, стоп, назад. Слушай, вы пьете воду из-под крана, давай спросим. Да, ну иногда бывает... Давайте так вот, бывает, что пьете. Я думаю, что регулярно не пьет никто. Бывает, что пьете воду из-под крана. 6-6-0-6-9-1. Никогда не даете себе воду из-под крана. А кипяченую считаете? Кипяченую не считаем, это с советских времен кипятили. А, пьете только кипяченую или такую покупную, покупную, из черноголовки откуда-нибудь, в наивном предубеждении, что она лучше. 6-6-0, шишки, да, да, какое-нибудь, если святая там... Да, родники России. Тру-ту-ту, есть какое-то святое, ру-ру-ру, что-то... Агуша, еще есть, такой такой сегмент детской, детской модели. Люлюша, и всегда святая, тогда значит охренительная сразу. Поехали, через минуту скажу вам результаты. Подъем. Вообще невероятно, понятно? Вообще невероятно. 48,3% иногда пьют воду из-под крана. 48,3%. Половина почти. Да, половина, да. 51,7% никогда не пьют воду из-под крана и так далее. Да? Вот и все. Новое поколение подросло. А? Они не пьют. Они не пьют. Но, послушай, я не знаю, вот я живу в Подольске, пью из-под крана, пишет Сергей, 21-й. Пью только фильтрованную, фильтрованную специальными фильтрами. Из крана ни в коем случае, пишет Егор. Оголосование об уровне доверия милиции было? Ой. Ой. Сегодня 11-е? Да. А? Да, 12-е. Сегодня какое, 12-е? Да, 12-е, 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 12-е. Послушайте, так мы же не провели ни 10-го, ни 11-го. Так сегодня проведем? Проведем. Проведем. Чуть проще проведем. Спасибо за напоминание. Послушайте, в Ферсановке своя вода из подземных речек. Очень чистая и вкусная. А одно плохо, что много песка. А пока вы проверяли, что она чистая. Чистая, чистая, видно на свет. Нет, потому что сама сказала, что у вас вода коричневая в Петербурге. А у них вода, может, голубая идет. А у нас на Юго-Западе тоже голубая. Это зависит от цвета акварели, который вам добавляют. Что непонятного-то? Господи, помилуй, что же за дети малые? Уже не могут акварель в Петербурге сменить никак. Закупили, видать, много коричневой. Это надо сказать Валентину Ивановичу вашему. Валентину Ивановичу. Матвиенко. Валентин Иванович, ты можешь купить голубой акварель? Я вот сейчас свежий Петербург вам расскажу. Ну, давай. Давайте про воду. Два слова. Два слова про воду. Послушайте, 30 миллиардов рублей будет выделено на воду. В целом, даже если будет украдено 29, даже если будет украдено 29, все-таки на 1 миллиард чего-нибудь сделают хорошего. Это же хорошо или что? 7,880, 7,0. Как улучшить воду? Будет ли она улучшена? И вообще, вы поддерживаете мысль о том, что вода поганая, и ее нужно каким-то образом дофильтровать. Мы приводили вам статистические и всякие методы исследования, что действительная вода абсолютно ужасная. В маленьких городах России она кощунственно ужасная. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Хочу сказать, меня зовут Ирина Масковна. Да, Ирина, прошу вас. Хочу сказать про воду. Да. Даже если нам подключают неплохую воду, вы не забывайте, какие у нас трубы. И вот когда вода проходит по этим трубам, уже в конечном результате мы пьем такую гадость. Она получает оттуда оксиды металла. Вот. И еще скажу про вот эту программу. Купила фильтр под эгидой «Единая Россия». Да. Нанотехнология. Значит, так радовалась, пила эту воду. Проверила ее, она хуже, чем из-под крана. Это позор. А почему в газету и к нам на радио не отнесли? Но радость-то была искренней, согласитесь. Это подарило вам минуты счастья. Это позор вообще. Как может «Единая Россия» подписываться под такими технологами? Вы мне дать что-нибудь подчеркнуть. Это плацебо-эффект. Конечно. Испыталась чувство счастья. За свои деньги, можно сказать. Понимаете? Конечно, конечно. Радуешься, новые покупки. Смотришь, он беспит. Послушайте, вы, Ирина, несправедливая. Вот почему. Вы радовались, как Абрамович, купив новую яхту. И только потом начали искать. Внимание, Абрамович покупает новую яхту за миллиард долларов или около того. И радуется так же, как Ирина, купившая фильтр от «Единая Россия». То есть она за меньшие деньги получает количество счастья, эквивалентное затрате миллиарда долларов. Но потом какое разочарование. Равнооценные неправильно размещенные вертолетные площадки. Роман Аркадьевич тоже в огорчении неправильно разместили вертолетную площадку. И Роман Аркадьевич удручен. А наша Ирина удручена вот этим своим фильтром. Это схожие чувства, ребят. Но при этом она залетела меньше, чем Роман Аркадьевич. Роман Аркадьевич залетел на славу. Просто на славу залетел. Понимаете? А Ирина там по мелочи. Так, слушайте. Все. Останавливаем эту тему. Хабаровский край. Корфовский. Корфовский. А базу Дорф знаете? Там рядом с Корфовским есть база Дорф. Поселок лесопромышленников. А они знают Корфовский и знают такие места. Нормально? Ну, ладно. Люди знают Корфовский. Клава вышла один тут все знаете. Да, да. А база Дорф знаете? Селковское шоссе, Тамкат. Хорошее движение, пишет Максим. У нас в Королеве меняют сейчас все металлические трубы на пластик. Это значит, 91-е, что вы будете получать из воды не оксиды металла, а всевозможные дихлоротановые элементы из пластика. Понимаете? И в этом диалектика. В этом диалектика. То есть картина заболеваемости, она сменится категорически. Вместо печени у вас будут болеть, так сказать, может быть, ну, почки. Да, ну, так сказать, по-разному будет. Вот. 10-49. Мы не провели еще голосование по милиции. И мы каждый месяц проводим голосование по милиции. Спасибо, кто нам напомнили. Нам напомнили. Значит, давайте, поехали. Это Колокольцев примерно год назад сказал, что его цель, чтобы доверие к милиции выросло. И мы в свете этого пожелания Колокольцева все время исследуем, как чертово доверие к чертовой милиции вырастает. И вот, смотрите, оно никак не вырастает у нас, колеблется все время от 4 до 7 даже процентов бывает. Доверие к милиции. Значит, вы можете сказать о себе. Мы записываем результаты. Вы записываете результаты? Я, да. Давайте. Вы можете сказать о себе. Я доверяю милиции. 6-6-0-0-6-9-1. Я доверяю милиции. 6-6-0-0-6-9-1. Я не доверяю милиции. 6-6-0... Или я не могу о себе этого сказать. 6-6-0-0-6-9-2. Я доверяю милиции. 6-6-0-0-6-9-1. Я не доверяю милиции. 6-6-0-0-6-9-2. А этот опрос, телефонный опрос, непредставительный, вообще ничего не значащий, антинаучный опрос мы проводим ежемесячно для того, чтобы выявить уровень доверия к милиции вслед за наущением и поучением великого мэтра Колокольцева. Мэтр Колокольцев примерно год назад заявил, что его цель повышение доверия к милиции. Мэтр Колокольцев сказал, что он хотел бы, чтобы оно повысилось. Мы тоже здесь из кожи лезем, совершенно вот ужом лезем из кожи, чтобы оно повысилось, но оно холера не повышается. И мы каждый месяц проводим такой антинаучный опрос. Слушатели, 660-691, вы можете сказать о себе, 660-691, я доверяю милиции, 660-691. Нет, 660-692, я не доверяю милиции, 660-692. Расстарайтесь, что вам жалко своего большого пальца на правой руке. Ну что, жалко позвонить, а? Нет, звонят как бешеные. Я поэтому еще подначиваю. Ну что, жалко позвонить, пожалуйста, товарищи. Ну что вы творите? Правым пальцем, правой руки, пожалуйста. Добренький, пожалуйста, наберите телефон. Вы доверяете милиции? 660-691. Нихрена вы ей не доверяете, 660-692. Через минуту скажу результат. Ура. Русская служба новостей. Москва. 107.0.ФМ. Подъем. Русская служба новостей. В движении. На грани рекорда, на грани рекорда. Мы на грани рекорда, братцы. Вся милиция звонит. Послушай, вся милиция звонит. Я доверяю милиции, 660-691. Я не доверяю милиции, 660-692. Ну позвоните, пожалуйста. Слушай, рекорд бьют. Рекорд бьют милиционеры. Они звонят за себя, понимаете? Что-то невероятное творится. Что-то невероятное. Я доверяю милиции, 660-691. Нихрена я ей не доверяю, 660-692. Просто Сергей Глокульцев. Молодец. Ну что, сам звонит. В прошлом месяце. Вот я вам цифры показываю. Ну, да. 6,4 за. Да. В прошлом месяце. В прошлом месяце. 6,4 было за. Все, я останавливаю это голосование. Я останавливаю это голосование, потому что трагически, трагически. Ну дайте еще чуть-чуть. Ребят, я доверяю милиции, 660-691. 660-6. Я не доверяю милиции, 660-692. Ну, у вас же два мобильника. Постраните со второго. Ну, что вы из... Ну, что такое... Ничего не меняется. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Все. Вот. Все. Все. Тысяча человек. Тысяча человек. Все. Спасибо. Значит, слушайте. 7,7 доверяют. 7,7. Ребята, должен вам сказать, со всей степенью откровенности, столь сокрушительного, непередаваемого, высочайшего уровня доверия у милиции никогда не было. Действительно колокольца. Действительно колокольца. Молодец. Все уехали. Все уехали. Милиция осталась. В отпуска осталась одна милиция. Осталась одна милиция. И вон квартирники, которые тоже доверяют. Милицейская тетка осталась. Милицейский племянник остался. Конечно. А почему они не уехали? У них работа. От скудности. От скудности. А они сейчас озеров шмонать надо. Как раз озеров надо шмонать. Ах, правда же, озеров же надо шмонать. Ягода пошла, арбуз пошел. Ну, слушайте, нет, ну, правда, ничего смеяться. Столь сокрушительного, столь обескураживающего, высокого авторитета у милиции никогда не было. 7,5 было у нас. 7,7 не было. 7,5 было. 7,5 сказать когда было? Что-то в ноябре, что в день милиции мы делали. 7,5 было. Но 7,7, братцы. Вот слушайте, милиция задержала группу сатанистов, подозреваемых в убийстве в Шлябинской области. Ну, как не доверять? Они внедрились в сатанистов, сами сделали сатанистами. Это процент доверия ментам меньше самих ментов. Нет, послушайте. Какова выборка? Никаковой выборки. 80-е, это же антинаучное голосование. Это антинаучное голосование. В этом же и смысл. 92,3 процента наших слушателей, пожелавших участвовать в этом антинаучном голосовании, нихрена не доверяют милиции. 92,3 процента. Столь малого уровня недоверия, 92,3 процента, никогда не знала история. Всегда недоверия было больше. Братцы, милиция, милиция просто молодцы. 7,8,8,1,7,0. Уже целых 7,7 процента стали ей доверять. О, ля-ля. 7,8,8,1,7,0. 7,8,8,1,7,0. В движении. Расскажите мне о движении в Москве. Ярославка в Москву летит от Ленинградки до Ярославки 20 минут. 7,8,1,8,1,0. Наш телефон в студии. Расскажите о движении в Москве. Кстати, на Дмитровке тоже. Я всегда доверяю гайцам, когда даю взятки. Пишет 31. То есть после взятки гайц достоин всяческой поддержки снова. Маленькие деньги, маленькие попадало. А, какова выборка? А, это уже писали, да. Какова выборка? Никакой выборки. Это просто звонят и все. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Где вы едете, что вы видите? Добрый день. Здравствуйте. От метро Тульская до Тушинская 15 минут. 15 минут, все хорошо, да? Классно. Щелковское шоссе, там Кат, очень хорошее движение. 7,8,8,1,7,0. Еще в движении. 7,8,8,1,7,0. Да, прошу вас. Здравствуйте, Александр. МКат, внутренняя сторона от профсоюзной на север летит. На встречу тоже хорошее очень движение. Спасибо. Настя, я ошибся, блин, пишет Юра 55. Вам, Настя, в чем-то он ошибся. Ну, неважно, примите это к сведению. Хорошо, я завершаю. Я благодарю Настю Ивановичу за проведенный эфир. Я передаю слово Вячеславу Петрову. Он рассказывает вам о чемпионате мира, о спорте, о всем этом, что еще пока кипит в душе. Я поздравляю всех, кто болел за Испанию. Я пойду и проживу его этот понедельник, 12 июля. Я передаю слово Вячеслав. Продолжение следует...